К новостям в мире. Лидеры 27 стран ЕС потребовали немедленного освобождения бывшего главреда Нехта. Этот телеграм-канал активно освещал события в Белоруссии и многотысячные акции протестов против власти Лукашенко. Задержание Романа Протасевича вернулось новыми экономическими санкциями против Минска. Европа уже заморозила инвестиции в размере 3 миллиардов евро. Кроме того, некоторые авиакомпании прекратили рейсы в Минск. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Приветствую, Мариан. Всех базирующихся европейских авиаперевозчиков призвали прекратить полеты в Белоруссии и над ее территорией. Некоторые компании самостоятельно объявили об их приостановке. Кстати, казахстанская авиакомпания Air Astana также прекратила полеты в Минск. Но комментарий для СМИ связывает это с их нелентабельностью. Что касается самого задержанного, то в сети появилось 30-секундное видео, где Роман Протасевич утверждает, что с его здоровьем все в порядке и он якобы сотрудничает со следствием. Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Ролик для СМИ прокомментировали его родители. Дмитрий Протасевич считает, что его сына заставили. Действия в отношении 26-летнего Романа Протасевича экстренное приземление самолета, на котором он летел. Венюс, после встречи со Светланой Тихановской, мгновенно вызвало негативную реакцию Запада. Глава ЕВКомиссии Урсула Фольдер-Ляйен заявила, что приостановит инвестиции в белорусскую экономику в размере 3 миллиардов евро. И не разморозит их до тех пор, пока Беларусь не станет демократической. Что касается реакции соседней и дружественной России, то в Министерстве иностранных дел заявили, что считают задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии. Мариан. Спасибо, Айсанж.